Добрый вечер. Вы знаете, что это первое персональное, да, золотая литра для Могилевской области, получали издания, проекты побеждали, а вы вот единоличный владелец вот этой замечательной статуэтки. Можно я до нее дотронусь, да? Пожалуйста. Ой, я одной рукой ее не подниму, она очень тяжелая, очень красивая. Что чувствуете? Наверное, чувство, как всякий человек бы испытывал, который сделал качественно свою работу. Так, видимо, и я. Ну, сделал это в прошедшем времени, а вы ведь еще будете делать? Конечно, непременно. Вы пишете авторские колонки, и именно в этой номинации, я вот цитирую, лучшая авторская колонка, блок печатных СМИ, информационных агентств, вы стали победителем. Как вы считаете, сегодня читателям, зрителям, слушателям что важнее? Окей, быстрые новости, вот такие в стиле Евроньюз, короткие, четкие, или все-таки авторский взгляд, авторский взгляд журналиста, человека, вот как у Владимира Познера? Ну, с Познером меня сравнивать, наверное, было бы неправильно. Но мне кажется, что читательская аудитория и зрительская на телевидении, она еще очень в своих вкусах и интересах разношерстна. Поэтому, видимо, надо и то, и другое. Как в магазине приходит человек и выбирает себе вещь та, которая ему нужна. Так, видимо, молодые более люди, наверное, больше склонны к новостным программам. А люди пожилого возраста, которых иногда называют совки, они хотят поразмыслить, хотят послушать людей и сопоставить свои взгляды с взглядами этих людей. Я думаю, здесь речь идет лучше о каком-то таком восприятии мира, более глубоком. Ну да, ну естественно. Для людей это тоже важно, услышать чужие мнения. Вы хотите, чтобы они сформировали свое? Нет. Человека с устоявшими взглядами очень сложно переубедить. Им, может быть, даже невозможно. А тот человек, который быстро взгляды меняет, он как-то не вызывает определенного уважения. Я, например, в своей жизни встречал бывшего работника Дома Политпроса, который стал пресс-секторем нашего епископа. Знаете? И мне было как-то сложно его. Я видел за трибунами клеймящего опиум для народа и в том же целующую руку епископу. Понимаете? Ну человек может меняться. Я понимаю, может, я понимаю, но как-то со стороны это выглядит не совсем. На ваш взгляд, чего в журналистике сегодня больше, математики или литература? Я вспоминаю в связи с этим анекдотом, когда два журналиста разговаривают, и один говорит, понимаешь, что-то я не понимаю, вот нынешний экономический кризис. А тот говорит, так я тебе объясню, я сам объяснить могу, я не понимаю. Чем вы сейчас увлекаетесь? Что смотрите, что читаете? Люблю историческую литературу. Даже, можно сказать, увлекаюсь. И часто в библиотеке беру, в библиотеку хожу, беру детективы. Это для командировок. Когда едешь, особенно в дизеле, занять себя... А продолжаете в командировке в дизеле? Конечно. Я не понимаю журналистской профессии без командировок. Поэтому надо и беседы, и мнения, и даже такие не для печати разговоры. Они тоже много дают. Вы счастливы в своей профессии? А я просто не мыслю что-то делать другое. Тем более, что у меня такой принцип, что человеку свойственно делать то, что у него получается. Знаете, приятно все-таки встретить знакомый, трясет руку и говорит, ну, молодец, ну, я вот почитал, я с тобой полностью согласен. Я вижу, что вы счастливы. Спасибо. Виктор Павлович, я благодарю вас за интервью. Еще раз поздравляю с этой абсолютно заслуженной наградой. Спасибо.